Где-то в глубине лесов Московской области расположился бывший секретный город, который раньше нельзя было найти ни на одной карте. Еще недавно вход сюда был строго запрещен. Продукты и одежду привозили в определенный день недели, а из-за развлечений был семейный просмотр телевизора по вечерам. Так чем же тут секретным занимались? И почему все-таки городок опустел? Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Русские Тайны. Сейчас иду на встречу с моим хорошим другом Женей. Собственно, планируем сегодня поехать в военный городок. Надеюсь, что он получится интересным. Там стоит огромная многоэтажка, куча всяких зданий военных. В общем, все как вы любите. Везде погуляем, везде все посмотрим внимательнейшим образом. Вот, обязательно пишите в комментариях под этим видео о том, куда бы нам съездить. Какие-то, может быть, знаете, классные города-призраки, может быть, заброшенные больницы. Может быть, можете сводить на какое-то интересное место. В общем, обязательно обо всем пишите. Я все комментарии читаю. Да, и, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Там каждый день новые посты, новые заброшенные места. Поэтому я надеюсь, что вам это видео понравится. И приятного просмотра. Вот видно забор с колючей проволокой. И таких рядов было несколько. То есть еще дальше будет, ну, примерно такая же колючая проволока для того, чтобы никто не мог сюда проходить из чужих. Вот. И весь этот забор полностью опоясал вот этот вот военный городок. Данный военный городок входил в систему А-35, которую тут, к сожалению, не построили, но вот которая должна была быть уже где-то к девяностым годам. Вот. И эту систему еще называли щит Москвы, потому что она должна была защищать от американских баллистических ракет. Вот. И сбивать, и обнаруживать ее на дальних подступах. Давай порассуждаем. Давай, давай. Что сделать так, чтобы до нас не долетела американская ракета? Ну, наверное, устроить информационную войну. И она просто не долетит из-за того, что из этого потока смелы. Или ты имеешь в виду прям практически. Прям вот из каких этапов состояло сбитие ракеты. Например, Америка выпустила ракету. Что нужно сделать? Давай порассуждаем. Почему я? Ничего не знаю. Как ее засеять? На дальних подступах. Ракеты засекают на дальних подступах. По всем границам были расставлены радары, которые должны были защищать и обнаруживать ракеты, летящие в сторону Советов. После того, как ее засекают, нацелились. И уже затем нужно было взять свою ракету и направить в сторону вражеской. Казалось бы, на словах все просто, но на деле над этим билось многие-многие года. И до сих пор постоянно совершенствуются системы противоракетной обороны. Вот эти вот шарики, пресловутые, я тебе, помню, показывал это видео. Вот это вот система А35, которая тоже должна была тут находиться, но по каким-то причинам ее все-таки не сделали. Да, пока мы гуляли, вышло какое-то сильнейшее солнце. Ян, тебе хорошо? Мне тепло. Я вот, видите, иду без головного убора, но я надеюсь, что скоро я все-таки найду, куда спрятаться от этого сильного солнца. Хотя сегодня обещали в районе 20 градусов тепла. Где ветер? Я думал, где тепло. Это рыб был с утра, и было холодно. Где ветер? Ветер скоро будет. Ну все, я жду. Вот такое нас встречает КПП. Конечно, разрушенное очень сильно. Ничего тут уже, конечно, не осталось. Даже нет никакого намека, что здесь кто-то был. Вот, и дальше уже начинается военный городок. Так, вот тут кто-то предусмотрел кирпичики, чтобы можно было перейти через дорогу. Вот, и дальше уже начинаются жилые постройки. Сейчас вот по ним пройдемся. Смотри, какой прям подъезд зловещий. Да, масштабно, конечно, все смотрит. Да, там не отделка, вот я вижу, ничего там нету внутри. Но дом на самом деле классный. Да, конечно, сильно заросло. Смотри, прям как деревья тут все. Береза прям из подъезда. Ага. На всю высоту здание идет. Обалдеть, прям при входе. Слушай, ну, наверное, да, уже лет сколько? Тридцать точно, наверное, все это заброшено. Лет тридцать, да, потому что береза-то уже вот. Обычные квартиры для семей военных. Перегородки очень узкие, слышим, что было. Угу. Просто ужас. Маленькие квартиры. Ну, тут изначально вообще должно было быть целый большой город. Слушай, ну классно, хороший тут, конечно, должен был быть вид. Вот, все это было вырублено для военного городка. То есть здесь, здесь, здесь должны были быть многоэтажные дома. Ну, вот из-за того, что систему противоракетной обороны новой не ввели, строительство остановили, и все осталось вот в таком виде. Собственно, вот остатки бывшей бетонки военной. Ее, конечно, довольно сильно разбомбили, хотя она должна была выдерживать огромные КАМАЗы вот с такими вот блоками. Вы сами понимаете, это многие-многие тонны. Можно было бы, знаешь, как в Симпсонах, просто накрыть город куполом и все. А, кстати, ну это же и была такая система. По сути, такая же и была ассоциация у Советского Союза. То есть накрыть весь, всю Москву непробиваемым куполом. То есть для чего вот эти вот все были системы, множество, вот этот беркут. Получается, такой невидимый купол. Был вот с начала 50-х годов. Собственно, сразу после окончания Второй мировой Сталин задумывался о том, чтобы надо все-таки защитить Москву, чтобы ее не бомбили. По-моему, всегда все силы были брошены, чтобы Москву защищать. Всегда. Ну, потому что тут главный центр и военный, и стратегический. Ну, так всегда было. В Питере там, кстати говоря, была система очень урезанная. И шарики тоже самое. Почему их не стали строить? Это дико дорогая система. Зато как красиво. Ну, это как футуристично. Это да. Ну, и сейчас уже другие системы, более передовые. Не нужно столько персонала, не нужно строить вот такие вот огромные военные городки для того, чтобы содержать всего лишь одну воинскую часть. То есть намного дешевле все перевести более на компьютер, на технику. Потому что, ну, мало того, там вычислительные центры огромные были. То есть сейчас все это по-другому делается. Сейчас есть быстрый интернет. А там был условный, свой вот такой сложный интернет из громадных этих ЭВМ. Просто как целый дом. Городок этот был построен в 1957 году. И был заселен семьями военных, которые проходили здесь службу. Жизнь была здесь неспешная, спокойная. Воровства как такового не было вообще, в принципе. Потому что, ну, как бы откуда оно могло здесь взяться. Плюс ко всему все друг друга знают, зачем подставляться лишний раз. Вот. Вот уже корпуса видны. Казармы. Различные хранилища, котельная. В общем, множество-множество зданий. Сейчас по всем пройдем. Вот. И тут еще одна часть. Вот тут заканчивается колючая проволока. Здесь стоял еще один КПП. И здесь вот такие вот... Да, тут, конечно, опять болота идут. Но я надеюсь, все-таки доберусь до этого здания. Вот. Это были солдатские казармы. Возможно, даже общежития. Да, зданий тут было несколько. Они располагались здесь. И вот чуть подальше. Освидетельствование 30 января 90-й год и следующее использование 30 января 91-й год. Электростали 1 тонна. Соответственно, это здание какое-то было ремонтное, наверное. Типа ремонтный банк. Да, да, да. Здесь электросталь. И причем закрыто все было, получается, с развалом Союза. 91-й год это следующее использование. Возможно, даже и не использовался оно в 91-м. Возможно, да. Следующего использования уже не написано. Соответственно, это последний год закрытия, стоит все 91-й. Тут огромные гермодвери были. И сюда, скорее всего, заезжала техника, чтобы ремонтировать, чтобы какие-то работы по строительству проводить. А остальные этажи, это, видимо, какие-то, может быть, кабинеты с документацией. Лет 30 назад, вот, чтобы передать кому-то сообщение обычное, нужно было запустить огромную ЭВМ. Включить огромные машины. Это потребовалась куча электроэнергии. Понадобилась куча людей, которые это запускают, которые передают информацию. Но все же начиналось с военных. Ну да. Ну вот, по сути, вот в Советском Союзе было... И интернет, и телефон, и радио. Да, да. Ну, газеты. Метро. Метро. Метро для развоза рабочих и для военных целей. Чувствуется спокойствие? Да на любом заброшенном месте чувствуется спокойствие. А ты представляешь? Пока ты не слышишь местных, которые вдали, пока не приходят какие-нибудь собаки. Не, у нас шокер есть. В общем, припасли собачкам, да. Подарок. Посмотрим, насколько ему понравится. Не, ну... Надо, давайте, просто ударим. Да. А ты... Конечно, хоть оно и достроено, но с охраном оно, конечно, не отличается. Почему обои вон? Обои. Я не всегда их вижу, знаешь. Да, причем, обратим внимание, как тут прям культурный слой виден. Сначала вот это положили, просто краской намазали. Это военная, скорее всего. Да, да, да. Потом, смотри, вон там видно то, что поставили, как бы, ну, надстройку. Поклеили панеры, да, и поклеили обоими, чтобы теплее было. И вот уже следующий культурный слой. Тут что-то тоже еще пытались добить, отодрать. Заклеивали. Вот. Ну и потолок, собственно, тоже. Ну, а что заморачиваться? Взяли поверху, пустили новый потолок. Здесь была большая воинская часть, которая, вот, ее потом расформировали. И сейчас, к сожалению, ничего нет. Собственно, вот эта котельная, она должна была отапливать весь этот военный городок. Собственно, вот еще здание, которое принадлежали военному городку. Тут, видимо, было хранилище. Но сейчас до сих пор все на замках находится. Да, скорее всего, до сих пор местные это используют уже. Ну, да, под склады. Ну, хотя вот уже, конечно, все уже разломано. Вот ты смогла бы жить в таком городке, где со всеми перезнакомилась первую неделю? И в ближайшие три года тут пришлось бы жить, а то и всю жизнь. Я бы привыкла, наверное, к спокойствию. И все-таки активный, как ты. Это, получается, боксы военные для военной техники. Вот, сейчас снимешь. А потом их переоборудовали в квартиры. То есть, там поклеены обои в боксах и поделены на квартиры. Пойдем. То есть, ну, не на квартиры, на какие-то комнаты. Ага. То есть, видишь перегородки из досок. Да. Что тут написано? Демонстрация при входе, какого-то рубежа. Краска стерта. Краска стерта. Но алюминий. Так, сапоги. Сапоги обычные офицерские. И современный стеклопанкет тройной. Да? Ну, это тут уже, да, современный. Вот, что рядом с городком находится вот такой деревенский домик. И тут, в принципе, таких много. Есть электричество. И это первый показатель того, что люди тут живут. Вот. Но приезжают сюда исключительно летом. Вот, кстати говоря, классическая, что называется, рында. Чтобы звонить в колокол, когда идет пожар. И вот такие вот интересные ведра, которые наливали воду при пожаре. Есть две версии, почему ведра такой вот формы. Первая версия, чтобы эти ведра не воровали. Вот. Ну, а вторая версия стоит в том, что, ну, вроде как, вот тут еще вода осталась, подтекает, правда. Что, ну, проще набирать. Что распределение веса таково, что может поднять совершенно любой человек это ведро. Вот. Вот, кстати говоря, да. Ведро, лопата, ну, все, что нужно при пожаре. Вот в кустах обнаружили такое вот небольшое кладбище. Видимо, машины бывших военных, не знаю, может быть, уже гражданских людей. Таких машин тут много. Ну, садиться я не вижу тут смысла. Такой вот тут пазик находится. Изначально его изобрели, извините меня, по-моему, для похорон. Вот. И потом уже было модернизировано под перевозки, ну, обычные, гражданские. Ну, и по традиции конкурс. Напиши в комментариях, на какой секунде появляется цифра 78. Случайно выбранные комментарии будут в следующем выпуске. Ну, а вот победители прошлого конкурса. Я просил написать в комментариях, на какой секунде появляется плакат с маленькими щенками. Ну, и, конечно, не забывай ставить царский лайк, подписываться на канал и ставить звенящий колокольчик. Увидимся через неделю. Пока!